И знаете что? Мне ничего не заплатили. Два месяца работы. Привет, с вами снова я Лена Нифот, вы лишь Лена Ньюстар, и я сейчас тут как бы на всю деревню буду вам рассказывать историю о том, как я работала, и почему я больше никогда не буду работать на работе. Думаю, после этого видео всем всё станет понятно, почему у меня такое мнение, как я к этому шла, и вообще, я думала, что как бы это знают уже все, те, кто подписаны на мой канал, все это всё знают, потому что я каждый год всю свою жизнь как бы её транслирую, вот. И было для меня неожиданно, что кто-то всё ещё не знает. Первые деньги я заработала в 9 лет, тогда мы с моей подругой ходили, кстати, мы с ней недавно виделись, то есть это уже очень много лет прошло, 10 лет как бы, жесть. Мы с ней ходили на бисероплетение, и там у нас была ярмарка, и мы решили отдать свои изделия на эту ярмарку, и так я заработала первые деньги, это было, наверное, около 500 рублей. Но для того года это была очень даже хорошая сумма, особенно для девочки, которая думала, что она не может сейчас зарабатывать, она это не может делать, потому что она ещё маленькая. Я не могу ничего не сделать, потому что я маленькая, мне нужно ещё подрасти. Я начала заниматься письмами, перепиской письмами, я не помню в каком году, в году 16-15, и мы обменивались письмами, всё такое. И я не знаю, я хотела, наверное, около года открыть свой магазин, интернет-магазин, но я не знала чего. Вот, и мы с родителями как-то поехали отдыхать на море, за границу, и у меня что-то вот такая идея, купить сладости из Европы и перепродать их в России. Ооо, и как раз-таки с этого начался мой первый опыт в бизнесе, мой первый такой уже более серьёзный и осознанный заработок бизнес-гёрла. Гёрл, гёрл. В принципе, сладости из Европы, они даже очень хорошо пошли, потому что это было необычно. В основном мне покупали мои друзья-знакомые, мы с ними встречались в Екатеринбурге, я передавала их заказы, снимала тоже про это всё видео. Да, сладости у меня закончились, всё-таки как никогда, они должны были когда-то закончиться. Также у меня хотела заказать девочка из другого города, из Сыктывкара, по-моему, но я абсолютно не умела пользоваться почтой. То есть если я знала, как отправить письма, то я не знала, как отправлять большие посылки. Поэтому я как-то, короче, я как-то это всё свела на нет, конкретно отправку в другой город. Но потом уже в дальнейшем я научилась сделать это и как-то взаимодействовать с Почтой России. После того, как сладости у меня закончились, я решила, что мне сейчас интересны письма, канцелярия, и я буду продавать канцелярию. У меня был мой интернет-магазин канцелярия, он как бы до сих пор существует, у него есть как бы группа, там даже есть товары, и у меня есть остатки товаров. Так что если вы хотите это купить, то обязательно покупайте, пока я как бы в Екатеринбурге, и пока я могу это всё забрать. Потому что у меня это всё лежит у родителей в ящиках, вот. Ну, сама я этим не скажу, что пользуюсь, хотя могла бы, наверное. Но у меня, в общем-то, ещё есть что-то на продажу, поэтому, если что, заходите. Многие также меня знают, как Лена Нифотова, которая переписывается письмами, многие со мной переписывались письмами. Много, вот именно вот первую часть моих подписчиков я набрала именно на письмах, на теме переписки письмами, вот эта вся канцелярия и всё такое. Мне было это очень интересно, но через несколько лет, я не знаю, в каком году примерно, в 20-м, наверное, точно, это как-то, нет, 21-м, может быть, примерно так. Это всё само сошло на нет, и я уже просто не могла этим заниматься, плюс меня раздражали очень низкие чеки в моём бизнесе, потому что заказы делали, ну, максимум на 500 рублей, и заказы на 2000, и так далее, они были, но они были капец какими редкими, поэтому я понимала, что с такими темпами я не смогу никогда зарабатывать действительно большие деньги. Когда я только начинала, когда я была маленькая, я зарабатывала тоже, первый, какой товар у меня был в моём тренд-магазине, это наклейки. Наклейки я как печатала сама, так и перепокупала, перепокупала, покупала. Что? Красотка? Да? Ты что, решил тут постоять, что ли? Так же у меня очень много покупали именно однако, ты что, решил тут стоять, что ли? Ты решил тут стоять? Нет. Ну тогда иди. Куда? К себе. Очень много я заработала на своих одноклассниках, звучит это всё, конечно, очень странно, но даже, по-моему, как-то, короче, меня прикрывали, чтобы там директор не увидел, потому что, как бы, ну, по идее, нам нельзя продавать ничего в школе, то есть это как бы незаконно, нелегально и так далее. И, кстати, вот в том возрасте я вообще не знала, что такое налоги, я даже не знала, что есть такое, я не знала такое понятие, и узнала я это только тогда, когда закрыла свой интернет-магазин. Ну не то, что закрыла, когда я уже перестала так активно заниматься на общественное знание, мы проходили налоги. Это уже была старшая школа, до этого я вообще не знала ничего про это. То, да, неловко вышло. Ну и, в принципе, наверное, там очень маленькие суммы, поэтому это... Ну, вы сами понимаете. Вот, зарабатывала я на своих одноклассников, также у меня эти наклейки воровали из рюкзака, это просто трэш, мягко говоря. Вот, очень такая ситуация была тупая, то есть у меня была одноклассница такая, но она с нами не с начальной школы я, она вообще потом перевелась, вот, в другую школу. Я прихожу после физры, показываю девчонкам наклейки, там кто-то что-то хотел купить, и просто смотрю, и некоторых листов нету. Мы вот сразу же почему-то подумали, что, скорее всего, этот человек, мы пытались как бы докопаться, пришли мы, она, в общем-то, там была на математике дополнительной или на пересдаче, мы пришли в кабинет, и у неё под ногами, то есть вот она сидит за партой, у неё под ногами лежат мои листы наклеек, которые нас воровало. Я просто не знаю, как это комментировать. Потом ещё, знаете, какая-то же история была? Я продавала лист наклеек по 50 рублей, мои одноклассницы покупали и продавали их по 45 рублей. Стонгс просто! Они уходили в минусы, я не понимала, почему они так делают, но потом уже мы обсуждали с моим уже взрослым знакомым, уже в осознанном взрослом возрасте, и он говорит, что они просто себе так покупали внимание, потому что реально я была, ну прям вот, очень много внимания было ко мне, к моей персоне, потому что я вот это вот всё делаю. И они начали просто покупать и перепродавать, и просто со мной вот всё, типа рядом со мной не было никаких людей, все тусовались около них. Но они как бы уходили в минусы, не понимала, в чём прикол. То есть это с точки зрения бизнеса абсолютно не выгодно, но да, может быть, они действительно хотели себе просто внимания, и поэтому покупали внимание за счёт вот этих вот 5 рублей, которые уходили, с которыми они уходили в минус. То есть они даже в принципе ничего не зарабатывали с этого. И я как бы человек такой, ну не знаю, почему-то вот есть, наверное, у меня вот это бизнес-жилка, хотя мне кажется, что с возрастом становится сложнее и сложнее себя реализовывать, потому что в детстве ты всё-таки, не знаю, ты ко всему как-то проще относишься. Ну не пошло так, не пошло, пошло так, пошло. И я действительно зарабатывала свои деньги, я ходила с подружками, покупала себе одежду, покупала... Ну то есть я, понятно, что я не какой-то такой человек, который там кучу всего себе покупает и так далее. То есть нет, это вообще не про меня. Ну раньше, раньше всё в прошлом, девочки. Вот, я как-то... Ну в среднем я там какую-то вещь, толстовка за тысячу рублей, то есть где-то вот примерно так, в основном покупала себе толстовки, там джинсы по тысячу рублей. И всегда мы сходили с подружками на шоппинг, и они просили у родителей деньги, а я тратила свои деньги. И мне было очень кайфово. Я как раз-таки вот с тех времён, ещё, не знаю, с 12 лет, да, ни разу родители больше не просила оплачивать мне за телефон. То есть всё-всё-всё, все месяца вот эти, вот все эти года я оплачиваю телефон сама. Вот. И, я не знаю, на самом деле родители как-то не ценили, наверное, это. То есть как-то наоборот, они были не за то, чтобы я там вела какой-то бизнес, занималась чем-то. Они считали, что мне нужно учиться и так далее, что я ещё успею поработать и зарабатывать и всё такое. Но мне очень хотелось, поэтому я делала, поэтому меня не поддерживали. И, на самом деле, допустим, если бы мой ребёнок хотя бы оплачивал за себя связь или же даже покупал себе одежду, я бы очень гордилась им, потому что... Ну, это просто. Это сразу же видно, что человек действительно не бездельничает. Он изучает что-то новое, он изучает новую информацию, как продавать, как искать клиентов. Вот. А у меня это как-то получалось по наичию. Плюс я как-то, не знаю, знала, что мне делать. Вот как-то вот именно... Не знаю, вот эта предпринимательская жилка, с которой ты уже рождаешься. Я знала, что как делать. И я никогда не навязывала свои товары. Это было только вот один раз. И я написывала кучу людей. У меня потом уже, да, спустя несколько лет, я там смотрела, какие есть способы привлечения клиентов, способы получения заказов. Мой основной... Основной источник трафика на заказы были мои YouTube-видео. То есть я снимала контент про канцелярию, про заказы. Это смотрели люди, набирала аудиторию, набирала просмотров. И бесплатные как раз-таки клиенты. Это были, с одной стороны, очень золотые времена. Но я знаю, что сейчас лучше. Сейчас у меня более большой прирост подписчиков. И я очень рада с вами делиться своим опытом, опытом в бизнесе. Тому, как я сама с детства без помощи родителей. Мне никогда ни в чём не помогали. Но, может быть, это что-то минимальное было. Типа я попросила там написать наклейки или что-то такое. Я всегда всё делала сама, ходила на почту и так далее. И вот. Многие проспрашивают, поддерживают ли меня в чём-то родители. То есть это тоже такой вопрос сейчас задаваемый. Нет. Вот. Но я очень рада, что у меня есть этот опыт. И у меня как-то всё получалось легко, по наитию, с интересом. Вот. Но потом я немножко устала от этого всего. Как бы это немножко рутинно всё-таки превращается. Потому что своими руками всё собираешь, всё делаешь. Но это давало мне новую энергию, новые знакомства и деньги. Как раз-таки я вот с самого-самого детства училась зарабатывать деньги. Училась быть самостоятельной, обеспечивать себя сама. И была очень таким целеустремлённым человеком. Я действительно горжусь собой, что сейчас я вам могу спустя вот несколько лет рассказать какую-то свою историю. Понимаете, это только одна часть истории. Как раз-таки становление меня, бизнес. И до этого я никогда не работала на других. Блин, знаете, я сейчас вспомнила ситуацию. У нас были такие года, когда было много малины, гороха. Я собирала там в банке. И я просто вставала около бабушкиного участка и пыталась продать. Понятно, никто ничего не покупал. Я даже там приклеила ценники. Всё это так круто. И то есть я вообще прям с детства хотела зарабатывать. И я не знаю почему. Наверное, потому что я хотела быть самостоятельной. Хотела реализовывать себя. И с самого детства я понимала, что я хочу бизнес сделать свой. И также я помню, что я в детстве танцевала там на камеру, пела на камеру. И, возможно, это как бы сейчас повлияло на меня сейчас. Потому что я сейчас такой очень творческий человек. У меня свои песни кто не знал. Потому что некоторые подписчики не знают, что у меня как бы там уже 16 или 17 песен. И вот 19-го у меня совсем недавно вышла моя новая песня, которая называется «Смузи». Было очень легко, радостно. Но единственное, я понимала, что какой-то есть, знаете, денежный потолок. Да. То есть я не могу выше какой-то планки заработать. И это было, наверное, около 10 тысяч. Я на самом деле это никогда не рассказывала на публику. Ну, 10 тысяч в месяц я имею в виду. Но для того возраста, я считаю, это очень даже хорошо. Но, как говорится, всем людям всегда им всё-всё-всё мало. Вот. Второй мой доход, это был с Ютуба, когда ещё монета была не закрыта. Я подключил монетизацию в 2020 году. Это, конечно, было очень круто. И, знаете, когда она пришла в дом, письмо от Гугл, мама испугалась, потому что она думала, что это какая-то предъява нам от Гугла. Короче, она очень испугалась. На самом деле это было письмо-подтверждение. Там мне нужно было определённый код. Выпишите на сайте Ютуба что-то вот такое было. И ты так подтверждаешь, подключаешь монетизацию. Это тоже было очень радостным для меня событием. И пока что за все-всё-всё-всё года я вывела всего 133 доллара с моего Ютуб-канала. Это ещё было до закрытия монетизации. Вот. Сейчас я не выводила вот уже несколько лет. Как выведу, я вам обязательно расскажу. Я буду стараться быть с вами более открытой насчёт моего дохода. Вот. Как я вообще живу и как я зарабатываю. И да, я не рассказала про бабушку. Да, у меня реально там никто не купил, ни малину, ни это. Потому что как бы это деревня, и там даже не проезжая часть. То есть, короче, блин, я не знаю, я очень хотела. Очень хотела зарабатывать. Потом, когда у меня всё сошло на нет, я поняла, что вот прям вот вообще на нет. Что оно вот вообще, ну дальше оно нет никакой стабильности в этом. Даже минимальной. То есть это вообще сейчас всё немножко затухло. И я поняла, что нужно двигаться дальше, думать что-то другое. Я, конечно, всегда хотела зарабатывать со своего ютуб-канала, быть ютубером, который с этого зарабатывает. Но, блин, и знаете, вспомнила, ещё в те времена я делала всякие конкурсы. Это тоже всё было за деньги. То есть совместные конкурсы, пиар в своём видео. Это всё тоже было за деньги. Это тоже был классный доход. Потом тоже в интернет-магазине я набирала продавцов. У меня было около 10 продавцов. И каждый месяц они мне платили по 100 рублей за то, что они выставляют в мою группу товары. В моей группе находятся потенциальные клиенты. У них всё покупали. Это тоже был мой источник дохода. Но, как вы видите, всё очень на таких минимальных каких-то масштабах. И пока что я не научилась масштабироваться ни в чём. Далее был такой период. Наверное, отчасти он сложный. В 20-й год я ушла в эту всю эру достигаторства. Вот это вот ебашь 24 на 7. Вот это вот всё. Достигаторство. Да. Да. С одной стороны, это меня подтолкнуло к новому развитию. С другой стороны, меня это загнало в какую-то депрессию, выгорание. И всё это было по многу, по нескольку раз. Что довело меня до проблем также со здоровьем. И это меня коснулось в 21-м году уже. И меня немножко вот так вот переклинило. Но я также продолжала искать себя. И где-то в начале 21-го года, ещё до того, как у меня начались проблемы со здоровьем, я начала увлекаться СММ. И также, ну, хотелось зарабатывать с ТикТоком, поэтому купила у Матвея Северянина, у которого я потом была несколько раз в бизнес-турах. Точнее, даже, мне кажется, довольно-таки много раз в бизнес-турах. Мы там познакомились много-много с кем, много моих знакомых, друзей именно оттуда. И тогда, когда я только начинала вот ездить к нему в туры, мой первый тур, его первый тур также это был, я была абсолютно другим человеком. Вот как раз-таки в начале 21-го года я прошла курс от Матвея по ТикТоку и по СММ. По ТикТоку мне, ну, как бы не особо что-то дало. То есть я так и не стала популярна в ТикТоке, вплоть до того, что ТикТок уже и закрыли в России. Но СММ я пыталась. Я, честно говоря, пыталась. Меня даже там хвалили на созвонах, что у меня классное портфолио. То есть у меня есть и портфолио, всякие кейсы. Но, честно говоря, с заработком шло тоже очень туго. Хотя я всем говорила, что я вот такая сильная, я всё могу, я зарабатываю, я себя обеспечиваю, я там 12 лет. Но тут нужно просто понимать, что Лена Нифонтова, она всё-таки девушка. И я просто понимаю, что раньше я всегда действовала с какой-то слишком мужской силой, я не знаю. Короче, слишком мужественной, слушала мужиков. Но девушкам не нужно слушать мужиков, потому что у мужчин достижения и заработок это вообще через другое всё идёт. Мы разные. Первый клиент, я даже не помню, кто это был. Но я, короче, как-то там, я даже не помню каждого клиента. Но самый такой напоминающийся период был, когда переехал к нам популярный, не скажу, что популярный, короче, блогер Степкос. Я пришла к нему на встречу, он делал тур по городам и также приезжал в Екатеринбург. И там я познакомилась с Владимиром Ариком. Видео рендриться. Рендриться, тут был полный пиздец. Это миллионер, психолог, коуч. Сейчас он получил там что-то, вид на жительство в Америке. Что-то учится в Оксфорде или что-то такое, в каком-то вузе. Или учился, или уже закончил. Короче, я не знаю. И сейчас он перебрался на Бали. Я не знаю, там он будет жить или он там просто временно. Вот. Это был тоже странный период. То есть буквально мы на одной встрече познакомились. И он мне... Я просто рассказала себе, что я занимаюсь СММ, продвижением и так далее. И он мне поволтал со мной и взял меня в свою команду. Все знакомые, большая часть знала меня и знала этого чувака, потому что, в принципе, в Екатеринбурге его знают. Ну, сейчас, да, он переехал. И друзья писали мне и писали ему, что... Ну, что узнали меня. Также писали мне, что это очень круто, тебе очень повезло, мы тебе так завидуем. Но по факту, короче, это был, наверное, такой более-менее мой такой первый серьезный проект. И я очень стеснялась. Я была очень зажатым человеком, мне было очень комфортно. Я не могла отставить какие-то свои границы. Я надеялась, что как-то вот оно само. Но мы работали в команде. Я работала где-то два месяца, так, довольно-таки плотненько, практически без перерывов. Все в день в неделю. Не знаю, во сколько это приходило и во сколько я уходила, но даже я до обеда приходила, там, уходила ближе к вечеру. И вот так вот мы работали. Я отвечала за контент, за монтаж видосов. И для ТикТока, и на его канале. Наверное, это моя гордость, что его видос есть, который я монтировала. То есть их довольно, не знаю, много-немного, я не помню. Но они есть на его канале, соответственно. Также я настраивала свет, снимала его. И я считала, что да, это крутой опыт того, что я могу там научиться психологии, общения с людьми и так далее. Но и также я хотела, наконец-таки, начать зарабатывать деньги, действительно большие, выйти на это всё. Но это такой проект, который мне очень сильно заполнился. Возможно, у меня было что-то ещё, но оно было какое-то мелкое. Мы как-то все расходились, у нас что-то не получалось. И как-то всё не складывалось. Но в этом проекте я продержалась два месяца. И я действительно тогда поняла, что работа на кого-то — это абсолютно не для меня. Потому что, допустим, для Вовы. Он очень хороший работник. Но я поняла, что я абсолютно потеряла себя. Я потеряла какую-то страсть к тому, что я делаю. Мне не нравится моя жизнь, мне ничего не нравится. Мне очень плохо ментально. У меня подкосилось здоровье, наверное, ещё больше. И это стало тоже на меня очень давить. И вот. Но я стремилась в тот период зарабатывать. Я хотела реализовываться. А мне даже не было 18 лет. Мне всё было мало-мало-мало. Я хотела всё больше и больше и больше. И я даже вообще не была счастливым человеком в тот период. Хотя для других людей я казалась какой-то классной, какой-то крутой, что я там что-то делаю. Я хотела оказаться взрослой и общалась много со взрослыми. Не сказать, что я потеряла детство. У меня было, наверное, в детстве. Вот. Просто, наверное... Ну, это, наверное, ситуация тоже дала мне какой-то опыт. Я просто помню, как я вспоминала всё вот это вот в комплексе. У меня просто были слёзы на глазах. У меня сейчас на ней тоже немножко подступает. Но вот, наверное, не очень видно. Вот. Это был очень переломный момент. Когда меня взяли вот в эту команду, я там работала, работала на износ, сделала всё. Но мы не договорились вначале об оплате. И знаете что? Мне ничего не заплатили. Два месяца работы я отдавалась в этот проект. Делала всё, делала, чтобы понравиться. Делала и так, и так, и всяк. Ходила с ним, была его личным ассистентом. Причём всегда должна быть на связи и так далее. И мне ничего не заплатили. Ни копейки. Абсолютно ни копейки. Хотя я очень много работала. И гордилась тем, что меня уважают... Меня уважает окружение, что я попала в команду. Потому что он не берёт ни каждого человека в свою команду. И тут, казалось, так круто и так классно. Вот. Я считаю, что на тот момент я заработала... По моим ощущениям, сколько я вложилась и так далее. Я заработала 50 тысяч рублей. Но когда в конце уже наше сотрудничество тоже подходило к концу, я ему призналась, что вот со здоровьем и ментально, и всё-всё-всё в куче, мне не очень. И он сказал, просто отдыхай до того момента, пока не отдохнёшь. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Я ушла из всех и всех проектов своих, которые у меня были. У меня их было несколько. Здесь на экране вы можете увидеть всё то, что я вспомнила. Надеюсь, что я ничего не забыла, с какими конкретно компаниями я сотрудничала. Начала отдыхать, как мне и посоветовать, потому что он же всё-таки психолог. Скажу я также, чем вот этот вот отдых этот закончился. Ну, сразу скажу, что ничем хорошим. Реально, по ощущениям, я заработала где-то 50 тысяч рублей, сколько я вложилась за вот эти вот два месяца. Но мне ничего не заплатили. Он сказал, что вот мой там чувак, который у него работал уже несколько лет, он там первые там несколько месяцев работал бесплатно и так далее. Да блин, да что это такое вообще? Ну, я не понимаю. Вот. Я ещё сотрудничала с одним проектом. Я тоже с этим человеком познакомилась в туре, в бизнес-туре. Вы знаете, как-то вот когда рабочее и дружеское, оно как-то вот не очень ладится у меня. Не ладилось. Вот. Я тоже с этого проекта получила деньги в сентябре 2021 года. На тот момент это я сделала свой пик, максимальный доход за один месяц. Я заработала 60, по-моему, тысяч рублей. И я была очень горда этим. Я, получается, получила с проекта как раз-таки вот этого друга Матвея. И что-то ещё я там за что-то получила деньги. Но я просто помню, что вот у меня был капец какой-то. Я была в шоке, что я действительно могу. А, я там ещё зарабатывала с интернет-магазина также. И что-то ещё, по-моему. Вот бы вспомнить, что там было. Но я просто помню, что это был такой... Я заработала больше всего денег за всю-за всю свою жизнь. И я очень гордилась собой. Но всё, как бы... После вот этого того, что я работала, работала из-за бесплатно. То есть много проектов меня брали там на... О, я вспомнила ещё один проект. Это Еко-праздник. Также я там работала у этой же тётеньки в проекте бесплатно. Это тоже всё было бесплатно, чтобы вы понимали. То есть мне ничего не платили за это. Ещё одна девчонка с мной на это работала. Организация праздников, всё такое. Также дети, новаторы, кто помнит. Мне тоже за это ни хрена не заплатили. Ну, наверное, не должны были бы... Да, я была ведущей мероприятия. Это был очень классный опыт. Мы встречались каждые выходные. И я вела мероприятия. Это было очень классно. И также была вот как раз-таки лекция, где собралось 100 человек. И они слушали мою историю от того, как я начала зарабатывать. Примерно то, что я вам сейчас рассказываю. Только я вам сейчас рассказываю капец, в каких точностях я вам прям всё рассказываю. Даже вплоть до цифр. Я даже редко кому-то это вживую рассказываю. Но я за то говорю честно. Кстати, меня ещё гнобили в школе, когда я ушла из школы. Посередине 9 класса на домашнее обучение. Меня гнобили, что я заработала на наклейках. Да, почему люди такие? Да, пытаешься продвинуться, пытаешься, работаешь, все ещё и засирают. Поэтому я как-то в последние годы не общаюсь с людьми, потому что они склонны просто тебя засирать. Но нужно людей, в принципе, искать правильных. Учила я деньги с каких-то проектов. Я к празднику тоже работала там бесплатно, организация мероприятий, приходила на мероприятия, регистрировала людей, что-то я там ещё делала, была ассистентом по фотографиям. А, господи. В конце я просто поняла, что в этом всём нет меня. Я хочу быть блогером, артистом. Я хочу записывать свои песни. Тогда у меня даже не было ни одной песни. Я хочу не этого. Не то, чем я занималась около года. А может быть, даже и всю жизнь. И всё. С того момента я решила, что я пусть вообще сейчас не буду зарабатывать, ни копейки, пусть ничего не буду зарабатывать, но я буду заниматься тем, что мне действительно хочется, тем, что мне нравится, то, что мне откликается. И вот. С того момента я как бы, так скажем, больше не работаю, когда я вижу какие-то предложения интересные, то я понимаю, что, блин, я опять в этом всё потеряю себя, и я хочу заниматься действительно тем, что мне нравится. И, да, я просто осознала, что мне нужно быть готовым к тому, что у меня не будет денег, у меня там... Может быть, всё, что угодно, но я буду заниматься своим делом, я буду гореть этим, мне будет это очень нравиться, и я буду видеть в этом смысл, мне будет хотеться в этом расти, мне будет хотеться в этом расти и в деньгах, и во всём. Вот. И сейчас я живу так, как я живу. Это был такой, наверное, трамбирующий опыт моего заработка. Я думаю, теперь понятно, почему я сейчас ни на кого не работаю, потому что я абсолютно потеряла себя, мне было очень плохо. Я считаю, это логично. Я не хочу себя больше мучить, не хочу себя больше продавать, не хочу заниматься какой-то хернёй, потому что мне люди говорили, что нужно зарабатывать хоть на чём-то, хоть что-то делать, хоть как-то зарабатывать, продвигаться. Мне-то хотелось абсолютно другого. Абсолютно другого. И как раз-таки вот после отдыха, точнее, когда мне... Блин, ну просто солнце светит, у меня тут уже щуку обыдывалось. А, блин, а как мне сесть тут? Так вот, пока что. Вот, короче, когда я пошла отдыхать, я просто реально на самом днях не лежала, ничего не делала. И мне было ещё хуже. У меня была депрессия. И я путешествовала со своим другом-князечем. А потом я случайно уехала в ретритный центр «Лето» пожить. Там осталась в Сочи на несколько месяцев. И это мне было 17 лет. У меня начали появляться мужчины. И всё, вроде бы, начало налаживаться. Вот. И сейчас вот, вот, сейчас я, где мы с вами находимся, вот я тут. Такая вот история про деньги, про заработок. И вас всегда очень интересует, на чём я зарабатываю, как я живу. Наверяю вселенной. Вот и всё. И деньги приходят. С рекламой я сейчас, кстати, зарабатываю. Также я вам скоро, знаете, чё, 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 чё. Я вам скоро расскажу, как я сейчас с рекламки зарабатываю. Вот так вот. А для тех, кто не хочет ждать это видео, я уже для вас специально оставила ссылку внизу в описании на ту платформу, с помощью которой я зарабатываю на блогинге. Переходи по ссылке и получай 50 рублей фиксировано за свой первый пост. Удачи! На этом я буду завершать. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, слушайте мои песни, заглядывайте в описание. Там есть очень много интересных ссылок. Пишите также, как вам это видео. Не зря ли я тут открывалась перед вами столько времени, всё рассказывала досконально. И как вы относитесь к тому, что произошло со мной. нормально ли то, что мне не платили деньги во многих проектах. Ну ладно. Всем пока. Всем денег, счастья, здоровья, удачи и любви. Что это такое? Это видео сейчас буду снимать. Чё? Ну давай. Не смучилось, что я одеялко взяла? Не запачкай тут. Это чё такое сейчас было? Сейчас просто был какой-то суперсильный вечер. С учётом того, что я тут садочки надеваю свои прекрасные. И, чтобы вы понимали, у меня тут одеяло. Одеяло, подстилочка. Так вот я и сижу прекрасненько, девочки. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok